26 августа Святая Церковь чтит память святых мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии. Святой мученик Ипполит жил в III веке и был начальником и смотрителем тюрем в Риме при императорах Деции и Валериане. Обращенный ко Христу священному ученику Лаврентием, он погреб его тело. Об этом донесли императору, который задержал святого Ипполита и, смеясь, спросил, или ты тоже сделался чародеем, что украл тело Лаврентия? Святой исповедовал себя христианином. Его стали жестоко бить палками. В ответ слышались лишь повторяющие слова «Я христианин». Император велел одеть святого Ипполита в воинские одежды и приказал ему принести жертвы бога. Но мученик отказался, сказав, что он воин Христов и желает за него умереть. Тогда у него отобрали имение, его кормилицу, мученицу Конкордию, забили оловянными прутьями, всем домашним отсекли головы на глазах у святого Ипполита, а самого привязали к диким коням, которые влачили его по камням до смерти. Ночью пресситер Иустин тайно предал всех мучеников погребению на месте казни. Тело же святой Конкордии было брошено в Риме в нечистое место. Через некоторое время двое христиан, мученики Ириней и Авундий, узнали от одного воина, где было брошено тело мученицы и похоронили рядом со святым Ипполитом. За это их утопили. Крестьяне ночью достали тела мучеников и похоронили при мощах святого архидиакона Лаврентия. Это произошло в 258 году. Сколько испытаний выпадает на долю святых? Неужели другого пути нет к святости, как только через искушение? Для крестьянина преодоление искушений — это путь духовного развития, совершенствования. Нет искушений — нет развития. Искушение не есть зло, но добро, говорит нам святитель Иоанн Златоуст. Оно хорошее делать еще лучшими. Это горнила для очищения золота, это мельница для сотрения жестоких зерн пшеницы. Это огонь, истребляющий волшцы и терния, чтобы сделать землю способной к принятию добрых семян. Христианин, неискушенный бедствиями и скорбями, подобен воину, не прошедшему сражений и не нюхавшему пороха. И как храбрость воина познается в сражении, так и крепость веры в искушениях. Искушение полезно каждому человеку. Подвижники подвергаются искушению, чтобы приумножить смирение и другие добродетели. Немышные, чтобы сохранить себя от вредного и злого. Расслабленные, чтобы пробудиться, стоящие за церковной оградой, чтобы приблизиться к Богу. Еще важно, как мы проходим искушения. Когда человек в искушениях радуется и благодарит Бога за все, тогда он выходит за рамки человеческой природы и соприкасается с божественным совершенством. И уже не он проходит испытание, но Господь в нем. Отчаяние, малодушие и уныние в искушениях — погибель души. Все искушения попущены Богом. Бесовские силы не могут употреблять насилие над человеком, если Бог не попустит им. Они могут только облегчать искушениями. Человек наделен свободной волей, и даже сам Бог его никогда не принуждает. Искушения Бог попускает и для того, чтобы смирить самих подвижников и предостеречь других, поучает святитель Иоанн Златоуст. А святой правильный Иоанн Крыштадский говорил, «Без искушений нашей веры, надежды и любви жить нельзя. Испытания сокровенностей сердечных необходимы для самого человека, чтобы он сам мог видеть, каков он и справился. Да, искушения нужны. Да, откроется твердость или слабость нашего веры, знание или невежество, порочность или чистота нашего сердца, надеяние его на Бога или на земное, любовь к себе и к тленному, или более всего к Богу. Сколько христиан, которые говорят, верую в Бога, а делом не веруют. Сколько уст не имеют, когда нужно защитить в обществе славу Божию и святых его, на которую наносят худу сыны века сего, и не имеют перед ними. Иные молчат, когда нужно поддержать разговор о Боге или когда нужно остановить какое-либо бесчинье, дерзость. Многие говорят, верую в Бога. А случилась беда, напасть искушение, малодушествуют, унывают, иногда ропщут. И куда девается вся вера? Будем же благодарить Бога за все происходящее с нами и спасаться молитвами святых незабвенных мучеников. Субтитры создавал DimaTorzok